Здравствуйте, Андрей Андреевич, наш красивый волшебник. Точно знаю, что именно вы поможете. Живу сейчас из-за войны в другой стране. Сосед наверху ужасно ведет себя, живет сам. Мысленно каждое утро или в течение дня, когда человек ведет себя как-либо, садите его в кастрюлю. Мысленно представляете, будто открываете кастрюлю, садите его и в эту кастрюлю наливаете горячую или теплую воду и накрываете его кастрюлей. И накрываете его крышкой. И говорите, пока будешь вредничать, будешь сидеть в кастрюле. Второй вариант. Когда он бесится, мысленно представляете, будто на протяжении дня вы многократно зажигаете, не видя этого человека, как будто он находится в ярком белом шаре. Яркий белый шар убирает негатив. Очень часто блуд, какие-нибудь влияния на человека и даже болезни. Они проявляются в виде темных пятен сверху, находящихся на энергетической ауре человека. Белый свет сжигает вот такие компоненты. Человек сразу успокаивается, если он надержим весами, блудом или какими-то побочно намотанными на нем ментальными программами, своими или чужих людей. И это может ему заметно облегчить его жизнь. Также, послушайте, наша жизнь так устроена, она похожа на баскетбольный мяч. Когда вам что-то бросают в руки, вы можете либо взять, либо оттолкнуть. В тот момент, когда вы отталкиваете, всегда помните, это обязательно с вами произойдет. Поэтому, если вам бросают и вы не терпите, то это будет происходить вновь и вновь. А вы постарайтесь потерпеть, но здесь есть тайна. Дело в том, что когда вы злитесь на другого человека, когда вы боитесь другого человека, произнесите слова. Да, меня это раздражает, но я это перетерплю, потому что я это посвящаю своему дальнейшему здоровью или материальному благополучию, или счастью, или любви. Спасибо, только не говорите.